У нас в гостях наш коллега, друг, товарищ, подельник, соратник, соучастник по нашему непростому телевизионному делу, Ян Ермешов. Мужчина с ног сшибательными голубыми глазами. Марина, спасибо. Прости, я не способен на такой комплимент. Если бы ты был способен на такой комплимент, я бы тебя не очень понял. Мы привыкли, Яна, видеть в вечернем сегменте нашей программы. Все-таки его зона ответственности это вечерние выпуски новостей. Я уверен, вы к этому привыкли. Но сейчас Ян откроется для нас с другой стороны. Оказывается, он профессиональный рассказчик веселых историй или попросту анекдотов. Доброе утро. Доброе утро. Знаешь, я сейчас себя чувствую, я знал, что ты так меня представишь, и я чувствую себя как Боярский. На одном из концертов в Красноярске про него историю рассказывал Макаревич. У Боярского была такая жизнь какое-то время. У него вечером спектакль в Санкт-Петербурге. Потом он садится в поезд, утром в Москве съемки, потом в поезд спектакль. Потом вечером спектакль в поезд, утром съемки в поезд, и так неделю. И вот седьмой день Боярский выходит утром на перрон Ленинградского вокзала в Москве. К нему подходит мужик и говорит, артист. Он говорит, артист, а ну? Вот я сейчас себя так же чувствую. Ну, давай. Ну, было бы странно, если бы мы сейчас заставили тебя читать новость. Да, было бы странно. Или брать у вас интервью, например. Кстати, у нас через 10 минут. Но не суть важна. Но, знаешь, я просто хотел сказать, и для тебя это совершенно очевидно, что рассказать анекдот, это не просто рассказать анекдот. Это, в общем, история, которая требует навыка, таланта, если угодно. Ну, в общем, какого-то совершенно особого подхода. И именно за это этих людей ценят в компании. Человек, который мастер, рассказывает анекдот, он душа общества. О чем тут говорить? Так вот, как ты пришел к тому, что стал душой общества? И насколько это сложно, выработать себе навык вот такого детально, эмоционально насыщенного рассказа анекдота? Может, какие-то советы были? Это был очень долгий, тернистый, трудный путь. Я долго учился. Ну, по классике же надо отвечать. Спасибо семье, спасибо там. Конечно. Да. На самом деле все очень просто. Вот ты говоришь, да, в компании. Самое главное – это место и время. И компания. Все. То есть ты должен… Анекдот – это какое-то дополнение истории. Вот сейчас что-то обсуждали, и ты говоришь, а кстати. И вот когда у тебя вот это кстати, вот тогда тебя слушают. И опять-таки выбираешь человека, который… Вот тебе рассказывают анекдоты, я бы не стал. Ну, ты такой же старый прожженный перец, как и я, потому что ты все эти анекдоты знаешь наизусть. В тебя оно не стреляет. А нужно выбирать человека, который вот… Ага, вот это смешливый. И начинаешь в него… И все остальные, если не смеются над анекдотом, не смеются над человеком, который смеется. Вот и все. Я, смотри, вторая составляющая успеха – это выбрать историю. Вот по каким признакам ты понимаешь, что вот этот анекдот зайдет? Ну, к месту. Место, время, и ты прекрасно знаешь. Вот этим людям… То есть женщинам нужно рассказывать анекдоты про женщин, например, интересно. Не знаю, нельзя женщинам рассказывать анекдоты про женщин. Нужно про мужчин рассказывать? Можно сразу отвестись. Нет, ты не там поставил точку. Нельзя женщинам рассказывать анекдоты, все. Ну, вот как вот, да, про женский юмор. Есть он все-таки или нет? Женщины понимают юмор? Женщины понимают юмор. Они очень любят некоторые анекдоты, да. У них есть… Ну, могу, например, Адам приходит к создателю и говорит, у меня два вопроса, говорит, только быстренько, хорошо? Я говорю, я еще занят, у меня там надо создавать все. Вот, слушай, вот ты же Еву создал совершенно другой, вот она такая непохожая, а вот у нее такие волосы такие длинные, глаза такие большие, голубые. А зачем? Ну, все просто, чтобы ты ее полюбил. Говорит, а вот у меня там фигура, вот она, а зачем? Чтоб ты ее полюбил. Она так смеется, так вот вообще, так смеется вообще, да кажа шутка смеется, вот говорит, а зачем? Ну, чтоб ты ее полюбил. Ну, так красивая, ну, почему она такая турочка, а? Чтоб я ее полюбил? Нет, дружок, это чтоб она тебя полюбила. Вот такой серьезный смысл, оказывается, понимаешь, в анекдоте есть. Я давно заметил, женщины искренне смеются над анекдотом, где морально уничтожается другая женщина. Либо мужчина, либо мужчина, вот это да. Я хотела спросить, а в компании, в большой, все-таки реагирует, опять же, если, ну, какой-то анекдот, есть какие-то общие темы для шуток? Или мы как-то... Шутка же, я говорю, раздражается кстати. Вот обсуждалась какая-то тема, да, допустим, там, самолетная тема обсуждается, кстати, и вот тогда она заходит. Или там обсуждается работа, кстати, вот она тогда заходит. А как с детьми, дети, понимают шутки? Дети нет. Они другие. Это все. Анекдот – это отживающая тема, которая, наверное, уйдет вместе с нами. С нашим поколением все. То есть дети... У меня дочка в 6 лет мне рассказывала анекдоты, но это были те анекдоты, которые я рассказывал в 6-7 лет. Вот это у них еще где-то держится, они какие-то истории передают, может быть, родители там забрасывают. А вот средние возраста, они уже друг другу анекдоты не рассказывают практически. Сейчас очень модно среди молодежи стендап-тема, вот когда человек выступает. Вообще, вот как жанр, он тебе близок? Да. Нет, ну я не умею стендап. Я восхищаюсь людьми, которые умеют стендап. Это вообще, это вышаг какой-то. Это просто вот так вот брать, тут же писать, вычленять юмор из жизни, его записывать, его презентовать. Это просто ты какой-то... Согласен, какой-то такой абсолютно тонкий талант, смешно рассказывать в абсолютно обыденных вещах, поскольку смеяться можно в основном над этим. Искусственно созданные истории, я не знаю, там, про чукчи немцы, там, китайцы и так далее, это, конечно, смешно, но это нереально. А вот здесь из обычной жизни брать ситуации и делать их смешными, это супер. Вот ты заметили, да, юмор вот в эту сторону и изменился. То есть раньше, что такое был анекдот? Это была придуманная про кого-то история о какой-то там, может быть, даже и нереальной жизни. Политические анекдоты мы сейчас не рассказываем абсолютно, потому что это неинтересно. Раньше политические анекдоты ты мог рассказать только в определенном месте, в определенной компании, определенным людям. И это был, значит, такой маленький заговорческий круг. Сейчас, ну, все это в интернете написано, это неинтересно. То есть не над чем практически даже зацепиться. И поэтому стендаперы, они ловят какие-то современные темы и совершенно спокойно на них рассуждают, а анекдоты уже не сочиняются. Я, ну, расскажи, была такая история, когда не к месту шутка была? А, обязательно. Ты думаешь, ну, зачем я пошутил, зачем теперь человек думал? Конечно, конечно, было и не к месту, и рассказываешь, а там никто не смеется, и все, и доброе утро. Возвращаясь к анекдотам, понятно, что мы, рассказывая анекдоты, ну, не придумывая их сами. И ты, как настоящий рыбак, наверное, не сдаешь рыбные места. Но, тем не менее, кто твой поставщик, кто твой дилер смешных историй? Где ты их вообще берешь? А где ты из воздуха? То есть кто-то рассказал, запомнил. Ты же помнишь, да, лет 25 назад, ты услышал свежий анекдот. И ты боишься его расплескать, ты бежишь на работу, в институт, приходишь и говорит, пацаны, свежий анекдот. Все, ты звезда. Потому что ты где-то услышал, и еще вот эти вот там 15 человек, они этого еще не знают. Ты такой, знаешь, монстр. Ты принес сейчас вот смешную шутку, и все тебя ждут, все рассказывают. Там заходило практически все. А если это действительно было смешно, все, зал грохнул, все посмеялись, все хорошо, ты звезда вечера. Сейчас это в основном... Ну и девчонки-то клюют тоже на это, да, на юмор, вот звезда и все. А вот сейчас-то все старый багаж. То есть у всех анекдотов уже вот бороденька такая. Ну и сейчас ты совершенно прав, очень сложно быстро эксклюзивную историю донести. Из-за мессенджеров, из-за коммуникации, из-за медийности. Я попробовал к сегодняшнему подготовиться, да, и найти что-нибудь вот там, ковид, ограничения, а не смешно. Вот есть попытки шутить? Не смешно, даже рассказывать не буду. Слушай, буквально на прошлой неделе мы вспоминали анекдот, который появился на старте вот этой ковидной темы. Помнишь, что путешественник во времени там, а, какой сейчас год? А, 2020-й, о, типа, только первый год пандемии. Это обсуждалось какие-то первые недели первого локдауна. Мы вспомнили это спустя два года, и нам стало так не смешно. А первый пострадавший от ковида, помнишь, когда первый пострадавший от ковида, у него сломаны ребра и переносится, неудачно чихнул в автобусе. Вот. Все, это уже настолько отжитое знание. Вот это уже все, это уже прошло, это уже не смешно, это уже как бы, ну, даже шутить над этим как-то неприлично. Ну, ситуация уже все менее смешная, конечно. Да, вчера была классная шутка в одном из шоу умеристических, попал на него. Почему вы все время шутите про животных и растения? А это единственный, кто сейчас не обижается на шутки. Сейчас и шутить-то вот, опять, какой анекдот рассказать? Какие шутки рассказать? Люди могут просто обидеться. Ты заметь, что мы стали настолько серьезно относиться к жизни, что вот тебя могут... Вот те же стендаперы, они теперь извиняются за какие-то шутки. Извините, мы кого-то задели. Ребята, это шутка. Это, ну, чувство юмора. Это вот из жизни. Это вот как-то вот, 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 как-то вот. Я не знаю. Да, тут сейчас и не пошутишь особо, действительно. Если есть на финал какая-то убойная история, давай. Если нет, я пойду делать твою работу в утренней новости. Знаешь, мне нравится, когда убойная история. Хорошо, у меня есть любимый анекдот. Большой офис, корпоративный дух. Все работают вот от самого рассвета, там, пока солнце не зайдет, значит, до Талова. И тут, значит, в понедельник в шесть вечера чувак встает, собирает портфель и уходит. Никто отреагировать даже не успел от такой наглости. Что такое? Во вторник он опять собирает в шесть вечера портфель и уходит. В среду собирает портфель и уходит. Весь офис гудит, все обсуждают. Курил как-то везде там. Как? Ну, что там? Кто такой? Что за чепенец? Ты что такое? В четверг? В четверг встает, собирает портфель и уходит в шесть вечера. В пятницу в шесть вечера все уже напряжены. Он, значит, встает, портфель начинает собирать. И тут офис взрывается. Что? Пятница, дедлайн, надо все до выходных успеть, все надо сдать. Все надо сдать. А ты? Ребята, ну что вы привязались? Я в отпуске. Да, это смешно. Слушай, ну это так, все было бы смешно, когда бы не было так похоже на нашу жизнь. Так жизненно, понимаешь? Согласен. Ян, большое спасибо за то наслаждение, которое мы испытали, увидев тебя немножко другим. Мы все-таки привыкли, что Ян Борисович серьезный человек, который на коме-то осталось сами. Живой, непосредственный, очаровательный. Спасибо огромное. Спасибо. Слушай, ну я не пошутил про то, что я сейчас пойду делать твою работу. Я знаю, что-нибудь. Ну и напоследок. Вы слышали новость? Дядя Сема отмучился. Да вы что? Дядя Сема умер. Не, дядя Цири умерла. Ян Ермешов, я действительно пойду и познакомлю вас, кстати говоря, в последний раз за это утро с новостями в рамках программы «Утро на НС».